Я приветствую всех и каждого, с вами Боди. Мы продолжаем проходить Медросал Соспект и на том месте, где останутся с прошлой серии, мы начинаем эту новую, третью по счету. Как вы помните, мы двигаемся на четвертый этаж этого прекрасного жилого помещения, возле которого был убит наш главный герой. Именно на четвертом этаже мы найдем что-либо интересное, что нас продвинет дальше по сюжету. Познакомились после серии с демонами и с обитателями этого, как сказать, помещенеца, живыми не очень. В принципе, пока игра доставляет. Игровой процесс неплохой. Интересно все-таки смотреть, что там произойдет. Дальше по сюжетам. Пока мы просто знакомились с локационными героями, сейчас мы идем сюжет по сюжету. Люди волнуются, нет ли тут убийцы. Это нормально. Мэм, полиция Салема во всем разберется. Не волнуйтесь. Но подозреваемый не арестован. Откуда вы знаете, что его здесь нет? Да, откуда знаешь? На самом деле, они ни в чем не уверены. Можно я пару дней поживу у тебя? Я знаю, вы все очень встревожены. Но прошу расходитесь, не мешайте работе. Ну и начинаем читать мысли и узнавать интересные вещи. Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает? Ну почему я не могу придумать интересный вопрос? По порядку такое можно многости? Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Нет, я немножко ошибся. Так, не в то тело. Перестань двигаться. Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Боже, почему они все скрывают? Ладно, это простые обыватели. Нам мысли неинтересно. А вот эти, может быть, уже полезнее. Чего всех интересуют жуткие подробности? Это не вечеринка. Это расследование убийства. А вы? Молодой человек, о чем думаете? Скотт хоть немного расслабится. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Ладно, давайте изучать. По-моему, на охоте последний из этих котелков нас интересующих. Эти призраки, что они значат? Они то появляются, то пропадают. Они меня пугают, если честно. А, еще один, да? Кстати, у нас есть что-нибудь новое в наших записях? Записях, записульках. Девушку убила парочкой с квартирой. Это мы уже знаем. В принципе, и все, да? Что меня могло заинтересовать? Ладно. Какая-то картина событий откроется после того, как мы найдем все эти парогенераторы. Ну, не парогенераторы, а котелки. Эй, Бройлз. Видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? А Ниталия, это девочка, которая нас и сопровождалась в первой серии. Бакстер спрашивал про одного из пропавших жильцов. Очень много улик. Вижу номер восемь. Значит, сейчас мы и будем ее исследовать. Я имею в виду место преступления. Это основная. На улице, как вы помните, была запасная. Давай начинать. Добраться до квартиры мы добрались. Теперь нужно найти ответ. 14 улик и очень много фактов. Есть три из которых нужно будет связать. Давайте попытаемся сделать это правильно. Ну, оставляю за собой право на то, чтобы ошибиться. Вот это что такое. Обнаружение. Вы способны обнаруживать ментальные следы. Анализировать. Сражается. Целеустремлен. Ищет. Ищет. Целеустремлен. Я угадал. Я такой психолог. Ладно. Это одна из улик. Пошли оттуда начнем. Люблю методично следить в помещении. У меня прям кайф какой-то получил. Так. Выполнили. Что это такое? Обрывки призрачного прошлого. Взыв введения. Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства, но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом, жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо я что-то пролил и не заметил. Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал. Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда по-прежнему текла ржавая вода. Он предположил, что проблема в бойлере и пошел его проверить. Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился, того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Забавная такая история получилась. Ну да ладно, один из коллег там у нас, да? Ладно, давайте собирать то, что необходимо нам. Для продвижения. Что мы имеем? Седьмая улика. Ну давайте сразу ее осмотрим. Не будем по порядку это делать. Моя верная пушка. У меня было две пушки. А я не справился с одним убийцей. Вот черт. Вот именно что. Вот черт. Так, вот сюда давайте заглянем. Мне интересно, что тут. А, мы отсюда пришли. И опять эти призраки. Сидящие и стоящие. Так. Ну дядька, а ты о чем думаешь? Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. А тебе даже и вторую фразу не прописали, да? Так. Внимание. Та самая Кассандра Фостер, которая иногда составляла психологические портреты преступников. Запрос данных на пропавшего. Одна из пропавших, Кассандра Фостер, медиум, консультировала сотрудников полиции. Но это уже что-то. Медиум разговаривает с призраками, как вы знаете. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семьи. Если бы только я могла уберечь Джо, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Пока ничего не понятно. Забота о безопасности Джо. Вот что больше всего заботит ее мать. Джо, это случайно не та девчонка. Вот я вот сказал, что 150 рублей, что та девчонка, которую мы с вами видели. Черные волосы, которые нас сопровождали. Так, черный волосы нельзя смотреть? Можно. Неудивительно, что он разбит, а ты из него упал. Окно, из которого меня выбросил убийца. Так. Моя последняя драка. Здорово он у меня швырнул. силы ему не занимать. Так, там еще помещение, но мы пойдем попозже. Подсвечник. Следы борьбы. Моя встреча с убийцей обернулась фатальной схваткой. Так, восемь, девять. Все мы исследовали здесь. Семь, восемь, девять. Больше пока ничего не вижу. Вот здесь что-то. Какая-то оккультная книга. Сверхъестественная. Прям как в сериал. Книга о призраках и других мирах. Так, здесь уже интереснее. Ага, здесь опять ментальный портрет. Напугана. Очевидно. Прячется. Игнорирует, сражается. Ну, прячется, конечно. Так. Напугана мы выбрали. Вмешивается, наблюдает. Ай! Как я все точно угадал. И тут вошел я, да? Свидетельница видела, как я дрался с убийцей. Что она заметила? Ну, мы явно с ней еще встретимся. Попозже. Давай смотреть, что здесь. Сначала нужно закончить расследование здесь. Не могу не согласиться. У нас еще очень мало улик. Я просто не вижу, где остальные. Где номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Шестерку мы нашли. Семерку мы осмотрели. А где 1, 2, 3, 4? Странно. Мягко говоря, странно. Так, ну давайте попробуем составить картину. Да, нам не хватает еще 2 улики. Давайте пробовать их искать. Хотя написано 8 из 14. Что еще может привлечь наше с вами внимание? О, там я был? Да, я здесь не был. Как я это место пропустил? Психологические портреты детей. Железь работает с детьми? Это похоже на психологические портреты. Так, что ж, еще одна вот вижу. Встреча с родителями Ронана. Как правило, именно жених или невеста волнуются перед встречей с родителями своего избранника и избранницы. Но я хотел с ними познакомиться, а вот родители Ронана явно чувствовали некую неловкость. Его отец больше молчал, словно пытался скрыть свою грубость. На самом деле он милый, а Лилия настоящий неграненный алмаз. Такая добрая душа. Надеюсь, они понимают, как я их обожаю. Так, ну у нас уже можно найти ответа. Нет, еще одного не хватает. Еще одного не хватает. Упаковано или не распаковано? Они собирались уехать. Почему же все это бросили? Ну, очевидно, что они боялись убийцу, и поэтому сваливали из этого места. Но не очевидно, где еще четыре улики. Мне же интересно собрать все. Здесь он не нашел. Здесь я был. Здесь улик нету. Возможно, это призраки моих родителей. Ну, как бы, вариант. Чего же я не собрал-то? Четыре штуки целые. Странновато. Если честно. Что может привлечь моего внимания? Так, чтобы я этого захотел пощупать. Четыре штуки. Может, не в этом помещении? Потому что... Фотки, фотки. Нет? Нужно обязательно найти этих жильцов. Если они еще живы. Фух, что-то я прямо это... Теряюсь в загадках, что я упустил. Может быть, дверь? Нет. Давайте попробуем найти ответ из того, что у нас уже есть. У нас практически все улики. Два из них мне нужны. Убийца в поисках. И она прячется. Отлично. Звонарь. Имя у него такое забавное. Звонит колокол у него как-то. Убийца в головешке. Ты арестован. И силушка у него не дюжа, да? Самое главное, что сигарету из зубов на нее выпадает. Его кидает в разные стороны, но сигарета у него в зубах. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Так, отлично. Улики пропали, но я нашел не все улики. Это очевидно. Некоторые расследования требуют ответов на множество вопросов. Возможно, убийца искал эту девочку. Одиннадцать я нашел. Еще три. Я прям, честно, не знаю. Я, конечно, поброжу. Давайте я поброжу. А если ничего не найду, то вырежу это. Но мне просто интересно, что я не нашел. О, нашел, наконец-то. Я вроде проверял тут. Загадочное фото. Так это, похоже, свидетельница. А что-то еще важного. То есть все-таки здесь... Можно еще что-то найти? Я же проверял вроде фотографию. Ну понятно, в чем дело. Я понял. Дело в том, что нужно было вселиться. И попробовать с помощью влияния открыть новые улики. Фото потребуется Рексу для розысков. Отлично. Так, еще одно фотосвидетельнице. Интересно, где оно сделано. Судя по тому, что там есть пастырь. Ух ты. Значит, связано как-то с церковью. Все было намного проще. Потратил пару минут, чтобы это понять. Вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов. Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Мать, девочка, священник. Фотография девочки священника на фоне местной церкви. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Теперь, по крайней мере, точно понятно, что значки были на втором этаже. Помните, когда девчонка появилась? Сидели, находится в церкви неподалеку. Вызов видения. А, мы это уже видели. Отец, вы не могли бы... Ладно. Делаем вывод. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Выйти на след убийцы мы выполнили. Теперь продвигаемся в церковь и это откроет следующую, так сказать, последовательность наших действий. Нужно найти девочку свидетеля и выяснить, что ей известно. Ладно, выходим через окно. Как настоящий призрак. Призраки ходят через окно. Как раз тот перелочек, в который меня не пускали, сволочи. Эти значки все-таки указывают неверное направление, да? Пентаграмма. Попрыгай, не боись. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. Ох, я думаю, сейчас летать смогу еще. Как Каспер, дружелюбное привидение. Найти свидетельницу. Моя единственная зацепка. Я должен ее найти. Думаю, она в той же церкви. Все, работаем. Сюда меня не пустят 100%, да? Или пустят? Пустят. Но здесь мне делать нечего, ребятушки. Поэтому отправляемся прямиком к центре, к церкви, которая находится в 25 метрах, уже меньше. Да, все-таки игра линейная. По крайней мере, из признаков нелинейности я тут точно не наблюдаю. Пока. Взглянуть на свою жизнь. Хорошая кнопка. Я бы тоже такую хотел. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу, будто выпрыгиваю из тела, вижу себя со стороны. Она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так. Она умерла, потому что хотела помочь людям. А убийца скрылся. Если бы я подоспел хоть на минутку раньше, моя жизнь была бы совсем иной. Все было бы лучше. И она была бы жива. Вызов видения. День, когда все потеряло смысл. Видение довольно короткое. Именно здесь и погиб. Так. Как-то даже слово подобрать-то. Показательно, да? Мужчина умер на той стороне переулка, а женщина до этого на этой. Прямо какое-то сумеречное местечко. Так, я здесь могу пройти. Давайте посмотрим, о чем эти два есельчика в голубой форме размышляют. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий. Но Бакстер тоже не из-за бояшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну что он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Ладно. В принципе, что в одного, что во второго, интерес они нам больше не предоставляют. Поэтому отправляемся прямиком в Ценковь. Надолго задерживаться не будем, применим умение бегать. Опять эти призраки вдалеке, они жутко наводят, блин. Жуткие-жуткие призраки. Что-то же они значат, они же не просто так. Видение из прошлого нашего героя или что? Конечно, они настолько жуткие, как это было бы в хорроре, в хоррорах. Как, например, в том же П.Т. Но... В любом случае, так маленько мурашки пробегают периодически. Так, а здесь у нас что? Сейчас будут эти, что ли? Демоны? Почему здесь могу кольца? Значит, будут. Да. Локация побольше, чем обычно. Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Вот если бы призраки действительно существовали. Я только что нахожусь в тебе, как бы пошлое-то не звучало. Так что призраки существуют, детка. Ох, тут целое кладбище. Да, но я так чувствую, я здесь надолго застрянусь с теми демонами. Но давайте в любом случае продвигаться. Сюда я пройти могу. Упасть тоже могу. Но пока это делать рано. Давайте пока по второму тоже пройдемся. Какие-то разрушенные призрачные строения из прошлого, видимо. И люди тоже, видимо, из прошлого. Так, и мы здесь нашли что-то интересное. Тату с машиной. Про татуировку, угон автомобиля я и спрашивать не стал. Ненавижу ее. Аляпатовая. Аляповатая, грубая, пошлая. Он чувствует, что я ее не одобряю, но похоже тут уже ничего не поделаешь. Такова судьба всех тату. А каждой когда-нибудь придется пожалеть. Надо тоже себе татушку запилить. На эту и на ту. Набью себе тату. Так. Проделал себе путь наверх. Для того, чтобы здесь скрыться. А, и найти еще один интересный вещички. Так, вечный огонь. Необходимо еще 15. О, 15 это даже не 6. 6 это даже не 15. Ладно. Ну, я особо по ним запариваться не буду, да. То есть, я исследую локации. Вы знаете, что я стараюсь следовать. Там что-то вижу. Нет? Нет, показалось. Какой-то предмет блестящий. Да, можно удалить. Но особо запариваться, если я не соберу их все. Хотелось бы, конечно, потому что он открывает какие-то мысли нашего героя, но бегать по локациям и судорожно их собирать тоже, как бы, знаете. Удовольствие маленькое, а ниже среднего. Ладно, на втором этаже, как мне кажется, мы посмотрели практически все. Так, мне показалось ли что-то можно было сделать? А, укрыться. Кстати, можно использовать для быстрого перемещения. Вполне. Спускаемся. Как белые люди. Не прыгая, а спокойно пройдя. Я по нам, по госту этому. Так, вот этот призрак Лена нам даст какое-нибудь второстепенное задание. Свидетель только мельком видел лицо подозреваемого. Однако, похоже, это белый, голубоглазый мужчина. Я подхожу под описание. Где я? Так не должно быть. Так, вот это явно улика какая-то. Да, нам тут еще в гадочки бродить и бродить здесь. Куча интересных мест. Церковь прямо, но пока посмотрим, что мы можем найти здесь. Давайте сразу возьмем ее задание, чтобы уже целенаправленно ходить. Здесь тоже явно какая-то улика трясется. И вот здесь уже три вижу. То, что, в принципе, наверное, с чем можно будет взаимодействовать. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но похоже, тебе нужна помощь. Я... Я... Я не знаю, как здесь очутилась и... Что это за место? Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка, но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я... Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей. И шлюпку. Все напуганы. А перед глазами название Моногансет. Уже кое-что. Поработаю с этим. Но очевидно, что она погибла при кораблекрушении. Похоже, она мало что помнит. Интересно, что такое Монохансет? Так, первая улига. А вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп. Так, некролог девушки. В нем сказано, что перед смертью она была на шлюпке, кто начнет Монохансет. Так они нашли. Что она делала в шлюпке? Свечи? Пока непонятно. За годы здесь копилось множество свечей. Большинство похоже на церковные. Ну, то есть, за упокой душ погибших. Фото в рамке. Фотография выживших после крушения Монохансет. Шамашлюпка. Нет, неактивно. Ну, здесь что-то трясется. Я же вижу. Похоже, какой-то мемориал. Похоже, что кто-то принес сюда подарок-знак благодарности. Может, это как-то связано с девушкой? Должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. Вот же розочка. Почему она трясется, но не восстанавливается? Ладно, возможно, позже. Возможно, сейчас не время. Но, кстати, еще одна улика мне осталась. Поэтому, в принципе, ее можно было бы считать важной. А вон, наверное, нет. Шлюпка еще. Да, одной улики не хватает. Не понимаю, к чему эта беседка. Она выглядит внушительно. Так, эта шлюпка неактивна. Давайте сразу посмотрим все, что здесь. В принципе, ничего. Такого, что мне бы к чему-то привело. Пройти здесь тоже не могу. Укрыться могу только. Но я так почувствую, много здесь будет этих призраков, потому что очень много этих следов. Призрачных. Которых я мог бы укрыться. Ладно, что могу сказать. Надо найти еще одну улику. Я подозреваю, что это та самая роза. Но она почему-то не берется. Такая милая женщина на берегу. О! Появилась. То есть на определенном расстоянии, да? В записке говорится, нам будет тебя не хватать, ты настоящий герой. Настоящий герой. Похоже, многие обязаны ей жизнью. Значит, она каким-то образом спасла людей. Давайте делать вывод. Различные свечи, букет цветов, мемориал на берегу, некролог. Да, угадал. Так, теперь что? Теперь, наверное, розы. И, наверное, мемориал. Блях, от сандаликов. А, все, понял. Наверное, все-таки рамка. Да. Сейчас мы ее этим и обрадуем. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила. Моногансит. Это название парохода, который затонул в гавани Салима. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты их герой. Если я всех спасла, то... Как же я погибла? Бульбуль карасики. Не спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет. Жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Рад, что помог. Такие мхатовские паузы в диалогах. Еще одна спасенная нами душа. Ну что ж, нам напрямик надо двигаться к церкви, как я понимаю. Но меня настораживает то, что большое количество этих следов, значит, они все-таки сейчас появятся. На меня нападут. Посмотрим. Табличка «История пиратства». Отсюда видна любимая бухта каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость с несгласного разрешения континентального флота. В Сальме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Ликобритании, пытавшись заблокировать гавень Бостона. Влады, проходим. Предвкушаюсь, сейчас у нас нападут демоны. Вот 150 рублей ставлю. Так вот, что интересно. Так, взглянуть на свою жизнь. Мне так нравится эта кнопка. На пляже. Фотографии на пляже получились, на удивление, хорошо. Несмотря на то, что уже почти стемнело, особенно удачным был снимок Рона на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжа Салема. Так, ну и взглянем на свою жизнь. Я никому так больше не улыбался, наше время. То счастье, которым Джулия наполнилась всю мою жизнь, невозможно выразить словами. Ну что ж, я предлагаю на этом эту серию закончить. Мы продвинулись на свежий воздух из того затхлого жилого помещения. Продвигаемся по сюжету. В принципе, потихонечку картина проясняется. Потихонечку, опять же. Но надеюсь, что повороты сюжета будут для меня непредсказуемо. По крайней мере, очень бы этого хотелось. Продолжим следующую серию. С вами был Лени Беди Плей. Оставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok